Да, вот. Ну ладно, давайте я немного начну. Всем привет, я немного отберу у Максима время и расскажу, что у нас происходит с нашим репозиторием, что у нас происходит с нашими материалами, что мы сейчас собираем и вот как у нас проект, именно как база знаний растет, что у нас с ним происходит. Итак, давайте я пошарю экран и просто покажу вам репозиторий, расскажу, что там добавилось и почему. Итак, все внешне выглядит так же, ничего не поменялось, кроме одного pull-request. Один pull-request — это, собственно, информация по блоку Макса, то, о чем он сегодня будет рассказывать, знания, которые вам необходимы по C-Sharp. Во-первых, открою pull-request, то есть здесь вы можете увидеть, что мы все прямо на ходу добавляем, всякие там, не знаю, знания, по-моему, e-model по метапрограммированию и так далее. Все это прямо на лету добавляется, то есть вы все это можете посмотреть, как мы добавляем материалы. Здесь же у нас там иногда бывают какие-то дискуссии, вот, например, мне очень хочется, чтобы как можно больше людей вот так вот заходили и там писали какие-то комменты, исправляли ошибки, предлагали какие-нибудь материалы, и, соответственно, так мы вместе все это будем растить. Вот, то есть у нас сейчас уже есть вот первый pull-request, что у нас в нем добавилось? У нас в нем добавился один блок, это C-Sharp, вот, то есть одно направление, что нужно знать про язык в .NET. Как это расшифровывается и что это значит, Макс сегодня и будет рассказывать, соответственно, запись его лекции у нас будет находиться вот здесь. А здесь же у нас есть направление изучения, они вот все уже со ссылочками, кроме самого введения, но под это у нас стоит отдельный ишу. И перейдя в любой из конкретных направлений, вы можете посмотреть, что по нему нужно изучать, там, где-то от начала, где-то дальше. То есть, словно говоря, вот у нас есть там направление про синхронность, здесь вы можете разобраться, зачем это нужно, что нужно для понимания этого блока, да, что еще полезно будет почитать, соответственно, со ссылками на другие наши блоки. Здесь же вы можете там посмотреть статьи, самые стартовые или доклады с объяснениями, для чего нужен конкретный доклад, что в нем есть, почему полезен именно он. И какие-то материалы для более глубокого погружения в тему. Соответственно, разобравшись с этим, можно там вернуться, перейти к другой какой-нибудь части, вот там метапрограммирование, например, да. Не все у нас закончено, каких-то у нас вещей не хватает, какие-то мы хотим добавить позже, поэтому у нас есть ишу, где мы, собственно, пишем, что мы хотим добавить. Это где-то дополнение разделов, которые мы уже выложили, например, вот у нас не хватает разделов про дженерики, и мы хотим вот собрать материалы про него и дополнить его чуть позже. Где-то мы хотим сделать вещи, которые там не относятся к разделам, а относятся к проекту целиком. Например, мне хочется сделать лекцию для новичков в .NET, возможно, для людей, которые вообще новички в программировании, чтобы они тоже могли как-то въезжать, чтобы для них была стартовая страничка, откуда они смогут что-нибудь изучать и так далее. То есть вот такой вот ишу, где описывается, что мы хотим, в каком виде мы хотим, чтобы это выглядело, зачем нам это нужно. И здесь можно вкидывать какие-то свои предложения. Я на этот ишу буду ссылаться, когда буду реквесты рассылать соответствующие, связанные с этим и так далее. Соответственно, вы и сами можете создавать ишу в случае, если вы точно знаете, что какая-то штука должна быть в репозитории, какой-то раздел, какая-то ссылка, что-то в функциональном виде, что вы понимаете, уже точно должно здесь появиться. Или если вы не понимаете, но у вас есть вопрос, или вы хотите что-то просто предложить, или вот вам что-то непонятно, есть раздел дискуссии. С ними я тоже чуть-чуть поковырялся. Вот здесь у нас есть анонсы, где мы дальше будем там всякие вот такие вещи, вроде того, что я сейчас рассказываю, анонсировать текстом. Можно вкидывать какие-то идеи, можно вкидывать ссылки на материалы, которые обязательно нужно добавить, или просто какой-то общий этап делать. А еще вот сюда я буду вкидывать какие-то дискуссионные вопросы, по которым мне хочется получить какой-то отзыв от сообщества. Например, мы в прошлый раз на круглом столе обсуждали, что нам нужны не только направления технологические, типа там, не знаю, C-sharp, внутренности .NET, или там, не знаю, работа памяти, но и направления такие профессионального развития. Там вроде, что нужно знать веб-разработчику, что нужно знать доступ-разработчику и так далее. И вот я сейчас думаю о том, в каком формате организовать эти направления, и с вопросом о том, как это лучше сделать, я зайду в сообщество, чтобы там и вы могли комментировать, и эксперты наши тоже не где-то втихую это обсуждали непонятно, а обсуждали это вот здесь, на виду, чтобы мы все видели, из каких дискуссий те или иные решения появляются. Все. На этом, наверное, у меня все. Я шаринг экрана остановлю. На вопросы мы все поотвечаем уже потом, а пока что передаю слово Максу. Спасибо, Ром. Давай я тогда заберу шару экрана у тебя сейчас. Мы проверим, что я все шарю хорошо. И я начну. Так, экран шарится. Так, Ром, скажи, ты видишь экран? Слышишь меня нормально? Все, вижу, все слышу. Все, прекрасно. Давайте тогда начинать. В общем, когда Ром мне рассказал, что у него есть идея собрать такой репозиторий, я очень позитивно на это отреагировал, потому что идея собрать этот репозиторий у меня уже была несколько лет. Я потом ретроспективно подумал. Сейчас я уже могу считаться синер-преподавателем, потому что я сейчас посчитал, что я уже как бы пять лет преподаю. Ну, то есть это достаточный срок, чтобы себя так заявить, грубо говоря. Когда я начинал, я был джуниор-преподавателем и не до конца знал, как вообще рассказывать студентам про C-Sharp, про программирование и некоторым методам проб и ошибок. Мне приходилось действовать. И дальше, когда я обсуждал с другими людьми, мы все как-то сходились во мнении, что нужна такая убер-методичка. И желательно, чтобы эта убер-методичка была максимально открытой и была на GitHub. Чтобы эта убер-методичка драйвилась сообществом. То, как сейчас .NET разрабатывается, что это не Microsoft больше, а это .NET Foundation, в котором принимают участие разные компании. Мне кажется, что то, как Рома сейчас все это организовал, это все движется в очень правильном направлении. Я надеюсь, что мы сможем выстроить по образовательной истории по .NET процесс так же прозрачный, как Microsoft сейчас это выстраивает для платформы, для развития языка C-Sharp. Как получилось выбрать именно эту тему? Ну, в первую очередь, потому что у меня здесь есть свой шкурный интерес, как я уже сказал. Эта методичка нужна в том числе и мне. Потому что, чтобы эффективно делать образование в 21 веке, лекционные, всякие истории про то, что приходит умный дядя и вещает, это все про прошлое. Раньше информация была плохо доступна, поэтому надо было собираться с одним умным дядей, чтобы он рассказывал. А сейчас информация легко доступна и, наоборот, слишком много. И вот сценарий, в котором эта информация тщательно, правильными людьми отсортирована, правильно оформлена, и человек может прийти и не распыляться, не пугаться того, как много всего у разных ссылок, чему верить, чему нет, а прийти в какой-то достоверный источник, чтобы был некий роудмап, по которому можно было пройти, вот это, я думаю, что это то, как должно образование выглядеть в 21 веке. И, соответственно, будет здорово, если по результату наших метапов я буду в конечном итоге просто давать ссылку на эту репозиторию и говорить, ребята, ну, в принципе, вы можете учиться сами и просто спрашивайте меня, что вам было непонятно в этом репозитории. Все лекции можно записать на видео, можно записать текстом, непонятно, зачем это делать живым людям. Вот живым людям надо на вопросы отвечать, отвечаться даже онлайн, как мы сейчас. Соответственно, Agenda может показаться сегодня несколько странной, почему Memory Modeling, почему Expression Trees, что объединяет вообще все эти темы. Если посмотреть на эти темы в историческом контексте и знать, что мне нужно было организовать когда-то давно учебный курс, то эти темы перестают выглядеть такими несвязанными. Как я думал, вообще, надо учить людей программировать. Очень популярно сейчас вписать веб-приложениях, и очень многие бизнес-приложения, они именно веб. Ну, естественно, потому что вам не надо устанавливать на ваш там macOS, Linux, Windows, на что комплинировать под разные платформы. Вы открыли браузер, браузера плюс-минус одинаковые на каждой платформе. Вы заходите и пользуетесь приложением. Аналогично вам не надо париться по поводу того, как вы будете обновлять ваше приложение, как вы будете доставлять обновления вашим пользователям. Вы просто на сервере обновили версию, и все обновления получили автоматически. И мы в Дотнете, в общем-то, мало у нас вариантов по поводу веб-приложения. Это ASP.NET Core. Есть некоторые дискуссии, почему так, почему только ASP.NET Core, а было бы, может быть, клево, если бы у нас было много фреймворков. Но вот есть такая незадача, что ASP.NET Core фактически это самый даже любимый, по-моему, сейчас фреймворк по вопросам Stack Core Flow. И в последнее время у меня к нему вообще никаких вопросов нет. Нет никаких фишек, которые я хотел бы добавить, но, может быть, кроме параметрических модул-байндеров для DTO, которые приходят в аргументы контроллеров. Но как-то без этого вообще можно абсолютно совершенно спокойно жить. И я понимаю, почему их не очень хотят добавлять. И вот такая, ну, как бы первые Cognitive Bias, это то, что мы пойдем просто на сайт Microsoft и посмотрим, как вообще писать веб-приложения. Я пошел, нашел класс, четвертая часть, добавляем модельку в наше ASP.NET-приложение. И смотрим вот такой пример кода. В принципе, скорее всего, я думаю, что большинство из вас здесь совершенно спокойно все прочитает. Есть у нас какие-то киношки, и надо по киношке посмотреть расширенную информацию. Киношка у нас с айдишником номер 5. Если с айдишником номер 5 ничего нет, значит 404, на нет, сюда нет. Если есть, то давай ее с базы достанем. Если в базе оказалось, то аналогично. И если киношка есть, то выкидываем ее просто в муге. Все окей. Если мы не начинаем смотреть на это немножечко, чуточку так пристальнее, и не видим, что здесь появляются два таких маленьких-маленьких слова, которые, с одной стороны, вообще никак не меняют последовательную логику выполнения программы, но очень много чего делают с тем, как именно эта программа выполняется. И поэтому у меня появилась такая дилемма. Либо я даю студентам синюю таблетку и говорю, вы просто пишите асинковейт, и так надо, без него хуже, потому что так перформанснее. Либо мне надо дать красную таблетку, тогда придется узнать, насколько глубока кроличья нора. Вот если, когда я был джуниор-преподавателем, я решил пойти по пути синей таблетки, то постепенно, как только у меня появлялось лучшее понимание, я решил поэкспериментировать и размотать цепочку зависимости и дать красную таблетку. В преподавательской деятельности есть много своей специфики. Ну, наверное, если кто-то из вас захочет вести курс когда-нибудь, первое, с чего надо начать, это завести себе привычку не определять какие-то неизвестные концепции через другие неизвестные концепции, потому что это просто бессмысленно. То есть вы можете сказать, что моноид – это категория эндофункторов, но никому лучше от этого не становится, потому что надо вести определение моноида и эндофункторов. Соответственно, с Async Await примерно та же история. Чтобы дать определение Async Await, желательно знать, что у нас есть Task Parallel Library, потому что Async Await работает чаще всего с таской. Чтобы понимать, как работает TPL, неплохо бы понимать какую-то базу concurrency, потому что TPL, по сути, это некое решение ручной работы с трэдами. Большинство людей не любят работать с трэдами, я понимаю, почему. Окей, если мы хотим разобраться с concurrency и с тем, почему люди не любят работать с трэдами напрямую, нам придется взять модели памяти, потому что без них эти проблемы, с которыми мы можем столкнуться в многопоточном коде, они не очевидны. И чтобы раскачивать такую модель памяти, нужно немножко понимать устройство CPU, памяти и что-то такое L1, L3 кеш процессора. Образовался такой некоторый вектор, получается, зависимости. И чтобы прийти к Async Await, нам надо, к сожалению, разобраться в устройстве процессора. Но это примерно полбеды, потому что для того, чтобы лучше разобраться, что именно там происходит с Async Await, нам все-таки надо немножко представлять, что это такое L-код. Дальше я на слайдах буду показывать, почему нам надо понимать, что такое L-код. Чтобы понимать, что такое L-код, надо понимать, как работает CLR, что она исполняет, какие этапы есть в компиляции, в исполнении. Соответственно, это тоже приквизит. Чтобы более-менее научиться с этими инструментами пользоваться, недостаточно работать просто в IDE, потому что IDE закрывает от нас очень много деталей реализации. Нам надо знать, как самостоятельно что-то скомпилировать, где компилировать, посмотреть L-код. Потому что, в противном случае, если ты не можешь увидеть и пощупать какую-то концепцию, то вряд ли ты поймешь. Очень сложно взаимодействовать с исключительно абстрактными вещами. И здесь появляется еще второй вектор, что, чтобы прийти к осинке await, надо выучить вот эту историю. Ну и в конце концов, я думаю, что, в принципе, можно было бы на этом и ограничиться. Но у меня есть некоторые личные предпочтения. Мне показалось, что люди, которые хорошо понимают функциональное программирование, в частности, монады, им потом вообще легко даются разные языки программирования, потому что монада – это очень абстрактная, высокоуровневая концепция. И если ты с ней раздрался, то тебе потом легко другие концепции выводить через нее. Соответственно, у тебя появляется некий более продвинутый мат-аппарат, через который ты можешь выводить другие вещи. Ну, мне лично, по крайней мере, ФП сильно помогло, даже когда я пишу объектно-ориентированные программы. Вот этот багаж знаний мне помогает. Ну и, соответственно, объяснить монады, не объяснив базу ФП, это тоже невозможно, поэтому здесь появился еще и пререквизит в виде функционального программирования. В моей сегодняшней презентации будет буквально три строчки на F-шарпе, но в контексте L-кода, и если вы даже совершенно не знаете языка F-шарп, ничего страшного, я уверен, что вы все поймете. Вторая история. То есть, казалось бы, уже достаточно всяких пререквизитов в этом маленьком кусочке кода. Но это еще не все. Если мы сделаем зум в другое место, то посмотрим, что вот эта одна маленькая строчка, она тоже не такая простая, как могло бы показаться, потому что здесь у нас есть линк. Для многих из тех, кто сейчас слушает или будет слушать записи, линк может казаться чем-то собой разумеющимся, особенно если вы учили C-шарп, уже начиная с версии 8 языка. Но вообще-то линка не было изначально. И когда линк появился, были очень большие разногласия в сообществе о том, что с языком делают страшные вещи, что он превращается в C++, и читать такие конструкции невозможно. Собственно, в Java Stream API, который является неким подобием линка, завезли на 7 или на 9 лет позже, чем в C-шарп. Ну, история как бы расставила все по своим местам. Все поняли, что работа с коллекцией в функциональном стиле – это достаточно удобно. И сейчас во всех мейнстрим-языках некий такой синтаксис а-ля линк появился. Но вот чего нет в Java, например, и чего нет в Kotlin, и это одна из самых горячо желаемых фичей Kotlin – это expression trees. То есть вот эта лямбда, кто-то, наверное, сейчас посчитал, что она имеет тип делегата. В этом контексте это не делегата, это expression tree. И с expression tree связана интересная история. Это гениальное, как мне кажется, изобретение разработчиков языка с точки зрения… Вот что я забыл сделать. Выключить уведомление. Гениальное изобретение разработчиков языка, чтобы, не рассказывая никому, как работает эта конструкция, все-таки сделать так, чтобы люди могли пользоваться ей и писать на ней программы. Соответственно, entity framework – это просто вторая по частоте использованная технология. Даже если вы занимаетесь веб-разработкой, и очень вероятно, что вы работаете с данными. Возможно, вы используете dapper. Возможно, вы по каким-то причинам пишете все на SQL-коннекшенах. Но вероятнее всего, все-таки какую-то раму вы используете. И даже без привязки конкретной библиотеки, чтобы немножечко представлять, как работает entity framework, надо понимать, как работает сериализация и десерилизация в дотнете. Чтобы понимать, как она работает, желательно понимать, что такое reflection и что такое дайнамик, и какая поддержка в Dilaria и, соответственно, Dilaria у нас есть. Дальше надо понимать, что такое линк. И для понимания того, как линк работает с expression trees, а не с коллекциями, нужно знать, что есть такой query provider у нас, что он реализует и что он делает. Ну, а чтобы понимать, как работают query provider, надо понимать немножко про expression trees. Когда я, соответственно, это сериозависимость развернул, тогда у меня получилась структура, в общем-то, одного курса. И первый семестр мы посвящаем ровно тем вещам, о которых я буду сегодня рассказывать. Естественно, что полный объем семестра я рассказать не смогу. Я лишь обозначу какие-то основные моменты, а дальше уже расширенные материалы вы сможете увидеть в репозитории и по каждому разделу посмотреть, что почитать, зачем почитать и почему это важно. Итак, начнем с EL кода. Все знают, что EL код – это очень страшно, и чтобы читать EL код, нужно быть гением и знать о семестре. Ну, как бы, с одной стороны, вроде как да, а с другой стороны, не совсем. В принципе, если вы пишете только на C-шарпе, если вы не задаетесь вопросами, а как это работает под капотом, наверное, можно просто вообще обойти стороной этот вопрос и никогда вообще не задавать себе вопрос, а что такое EL код и зачем. Почему бы, например, я мог захотеть узнать EL код? Представьте, что вы работаете с другими библиотеками, тоже написанных на менеджет-языках, но не на C-шарпе. Вот здесь у меня такой примерчик кода на F-шарпе. Даже если вы не знаете синтексиса, модуль – это у нас аналог статического класса в C-шарпе. Ключевое слово let объявляет как функции, так и переменные. hello в данном случае – это функция, name – это параметр, и я, как любой нормальный спикер, начал с того, что сделал программу, которая выводит Hello Group. Скажем, я хочу использовать эту программу в своем C-шарп-коде. Как мне это сделать? То есть это же совсем другой язык программирования. Я знаю, что они интероперабельные, но как они интероперабельные? Наверное, я мог бы там предположить, сейчас вернусь в мой консоль-аппликейшн, что раз это статический класс, пожалуй, say.hello должно сработать. Hello. Есть вот такой Hello. Отлично. Проверим, так оно или не так. По крайней мере, оно компилируется. Компилируется и работает. Делает ровно то, что требуется. Hello World. Если вы не видите здесь метода main и класса программ, то это у нас C-шарп современных версий, top-level statements, класса программ и функции main больше не нужны. Но так ли это на самом деле? Я сейчас работаю в IDE Rider и одна из причин, почему мне нравится больше работать в Rider, чем в студии, потому что здесь вот есть такая вкладочка LU. Если я его открою, то выяснится, что несмотря на то, что этот язык и похож на Assembler, на самом деле он не такой уж и сложный. я могу посмотреть, что здесь есть ключевое слово класс. Наверное, это все-таки класс. И дальше выясняется, что этот класс там private, abstract, seal, offensive и так далее. Можно все это пропустить, потому что если он действительно потребуется, вы можете навести на нее эти ключевые слова курсор и Rider подскажет, что значит каждое из этих ключевых слов. И дальше мы видим, что есть класс, который так вот называется меньше, программ больше, доллар, и extends ключевое слово. Наверное, это наследование. Удивительно, что этот класс неявным образом наследуется от класса object, как всегда это происходит в .NET. То есть, несмотря на то, что я здесь вижу слева top-level statement, по факту никуда класс программ не делся и никуда функция main не делась. Вот она, функция main, просто называется немножко по-другому. Эти меньше и больше нужны для того, чтобы избежать конфликтов с другим кодом, который вы могли бы написать. В C-Sharp вы не можете написать метод, который называется меньше-больше main. Таким образом, компилятор защищается от того, чтобы не войти в клинч с тем кодом, который вы могли бы написать. И как же он понимает, что в этот main надо войти? А понимает он очень легко. Здесь есть такая конструкция entry point, которая, собственно, означает, что заходить в программу нужно именно сюда. То есть, никакой магии, оказывается, нет. И вот такое знание о том, что я могу просто открыть и посмотреть EL-код, помогает мне, ну, как бы, знаете, есть магическое мышление, которое было у древних людей. То есть, когда они видели грозу, они думали, что это гневаются боги. А потом выяснилось, что там, ну, при определенных условиях может атмосфера так меняться, что она становится проводима для электричества. вот я как бы для себя тоже сравниваю. Пока этих знаний у нас нет, мы можем руководиться только магическим мышлением. То есть, как-то оно там работает, как именно, неизвестно. Как только мы вооружены инструментами, у нас появляется научный подход, и научный подход, он обычно работает гораздо более прогнозируемо. Давайте посмотрим. Ну, вот я вызвал эту функцию Hello из F-Sharp, но выглядит она неидиоматично для C-Sharp, потому что в F-Sharp мы пишем с маленькой буквы все, а в C-Sharp я с большой. Хотелось бы это исправить. То есть, что мне делать? Я мог бы пойти в F-Sharp-ский код и написать функцию Hello, но тогда это стал бы неидиоматичный код для F-Sharp. Тоже плохо. Но как-то же выкручивается из этой ситуации. И оказывается, что да, то есть, есть просто атрибут CompiledName, и здесь я могу сказать, что, окей, пусть эта функция называется так, как принято в F-Sharp, но вот для всех остальных потребителей этой функции пусть она будет через CompiledName. И теперь уже этот Hello у меня не компилируется. Теперь функция называется ровно так, как она бы называлась в C-Sharp. Это абсолютно дематичный код. Соответственно, если вы хотите писать на F-Sharp и вы сомневаетесь, насколько ваш код будет дематичный и переносим, совершенно спокойно можно создать отдельную сборку и понимая, в какой L-код ваш компилируется F-Sharp код, вы можете писать в таком стиле, чтобы не вызывать когнитивный диссонанс у ваших других разработчиков, которые, может быть, не знают F-Sharp. Давайте я соберу проект и посмотрю, что у нас теперь в ELE. посмотрим и проверим, что у нас там стало с Hello. Если бы я смотрел в F-Sharp тоже работает, когда я кликаю здесь на строчку кода и ELE показывает, где я нахожусь. Все работает ровно так, как мы хотели. То есть этот атрибут существует только для компилятора F-Sharp и теперь компилятор F-Sharp скомпилировал ровно ту функцию, которая была нужна мне. Отлично. Едем дальше. Я вот показал первый пример, для чего нам потребуется ELE для интероперабельности и для лучшего понимания работы платформы. Но на этом дело не заканчивается, потому что для конкарности мультитрейдинга нам эта история тоже потребуется. Сейчас я перейду в примерчик, где у меня есть степельный код. Да. Все, я здесь и могу вернуться на презентацию. Сейчас я расскажу, что у меня еще в адженде и мы перейдем ко второму пункту. По метапрограммированию также нам потребуются дженерики с констрейтами, потребуется знание рефлекции и потребуется знание дайнамика. Ну и в конце expression trees, как я уже говорил, с link провайдерами, это четвертая тема, которую мы будем освещать. Так что с PL мы прошли. Давайте теперь по конкаренции и по мультитрейтинг. будем распутывать это дело из TPL. Значит, опять же, cognitive bias. Идем на сайт Microsoft в раздел TPL и смотрим, что я могу сделать с TPL. Там есть секция task-based asynchronous programming, собственно, pricing await, а есть секция как написать параллельные циклы. Вот пример, который я взял с сайта. Кстати, те, кто следит за презентацией, все скриншоты из браузера, которые у меня в Google слайдах, они кликабельны, так что вы можете докликнуть и проверить, что все действительно так. Этот код уже выглядит немножко странновато для обычной объектно-ориентированной парадигмы. Функциональный все выглядит нормально, с высшего порядка, в который передавится лямбль, все окей. Но даже если не заморачиваться касательно структуры этого кода, можно посмотреть вот сюда. и дальше посмотреть вот сюда. И здесь мы видим очень интересную конструкцию, которая называется Interlocked. Я думаю, что не все из вас знакомы с тем, что она делает и почему здесь надо ставить Interlocked. В официальной документации Microsoft вы увидите только то, что это надо, потому что надо. Давайте посмотрим. Я этот код здесь скопировал, и вот здесь Interlocked. еще один плюс хорошего туллинга в том, что вместо того, чтобы гадать, я могу Ctrl-кликнуть сюда и посмотреть, а что же это за функция. Я вижу, что Longed реализована через Exchangeed. Посмотрим, что такое Exchangeed. А здесь начинаются интересные истории. Method Applementation Internal Call. Если вы пойдете опять-таки в документацию Microsoft, то вы узнаете, что Internal Call это специальный атрибут, который говорит, что эта функция реализована средствами CLR. То есть нет никакого C-Sharp-кода, который бы соответствовал этой функции. А если мы посмотрим на эту перегрузку, мы увидим, что здесь еще и используется Intrinsic. Intrinsic я, пожалуй, оставлю Егору Богатому, который гораздо лучше в этом разбирается, пусть он отдувается за эту тему, но в принципе получается, мы опять немножко сделали зумную документацию Microsoft, шаг левый, шаг правый, мы видим очень страшное болото какого-то непонятного кода, который реализован средствами непосредственно платформы и исходники, которые мы не можем посмотреть. Зачем так сложно? Дело в том, что Interlocked это атомарная операция. Иными словами, пока она идет, нельзя ничего сделать, нельзя ее прервать и нельзя всунуть другие операции, пока она не закончится. В однопоточном мире мы считаем, что любая последовательная программа выполняется ровно так, как она написана у вас. Это совершенно не так. Среда выполнения, компилятор имеют право переупорядочивать операции чтения и записи как им вообще нравится, как им угодно. И они это делают не потому, что они вредны, а потому, что это оптимизация. Проблема в том, что память у компьютеров медленная, а процессоры быстрые. И вот такое спекулятивное выполнение, когда ваш hardware и ваша среда выполнения имеют право что-то там попереставлять местами, оно дает буст производительности процентов на 30. И вот когда случился молдаун, который происходил именно из-за спекулятивного исполнения, пришлось срочно писать соотварные заплатки и терять 30% производительности. У всех перформанс инженеров резко прибавилась работа по этому поводу. Зачем нам-то может быть нужно? Ну, очень легко. Вдруг вы захотите написать когда-нибудь в своей жизни Singleton. Довольно частая задачка. Здесь как бы вы писали Singleton? Написали бы класс, закрыли бы к нему доступ в конструктор, сделали бы статический инстанс, и на этом можно было бы успокоиться, если инстанс не равен нулю, инстанализируем Singleton, в противном случае просто идем сюда. Но вот беда, вот эта история у нас не потокобезопасна, то есть могут быть варианты, когда ваш Singleton зайдет два потока, и вы создаете два Singleton. В моем случае ничего страшного не произойдет, потому что это очень маленький Singleton, но чаще вы создаете Singleton, потому что их дорого инстанализировать, соответственно, проблемка по производительности, которая, тем не менее, достаточно легко лечится, даже без того, чтобы уходить в глубины моделей памяти, просто следуя спецификации, можно написать лог и сказать, все у нас теперь в ажуре, потому что только надо все под лог затащить, потому что по спецификации все, что под логом, сюда может заходить только один поток. Но теперь странная история случилась. У нас Singleton записывается в программе один раз в жизни, а читаем мы его часто, и получается, что любой поток, который будет заходить Singleton, будет втыкаться в этот лог. Соответственно, мы пытались получить производительное решение, а получили деградацию производительности. А если мы этот лог уберем, то оно станет производительным, но неправильно работающим. Такая классическая история с тем, как это починить, называется DoubleCheckLocking, такая идиома. То есть давайте мы сначала проверим, что instance равен null, потом зайдем в лог и после этого еще раз проверим, потому что между моментами двух этих проверок могло произойти так, что один поток уже зашел под лог после проверки, то есть вот здесь между 16 и 17 строчкой, а другой воткнулся в этот лог, то есть проверка уже прошла в обоих, а в лог зашел только один поток. Соответственно, когда первый поток освободит лог, второй сюда зайдет, и для этого мы здесь ставим вторую проверочку на instance. И вот история тут такая, что все бы было с этим кодом хорошо, если бы он не был сломан. А дальше начинается совсем наркоманская история, потому что он как бы сломан, но это не точно. Что я имею в виду? Если бы мы говорили про джаву, то здесь как бы это прямо суперпопулярный вопрос на собеседовании, вот посмотрите на этот синглтон, скажите, что не так. И уважающийся джавист должен сказать, ну конечно же, я должен поставить здесь ключевое слово volatile. Его спросят почему. Вот если на первый вопрос отвечает 80-90% собеседователей на джаву, то на вопрос почему отвечает уже на 0,1%. Потому что самый распространенный ответ на этот вопрос, потому что double check locking не работает без volatile. Ключевое слово volatile определено так, что оно запрещает и в джаве, и в C-sharpе, оно запрещает оптимизации компилятора и реоргеринге памяти со стороны среды выполнения и железа. Семантика этого ключевого слова отличается в плюсах, потому что там ничего нет про железо и среду исполнения, и вообще, наверное, это самое путанное ключевое слово, которое только есть на свете. А вот нужно ли нам ставить этот volatile в C-sharpе, и почему нужно или нет? Ответ зависит. Здесь я сейчас приведу несколько цитат людей, которых вы, может быть, знаете, и мы попробуем разобраться, стоит или нет. Джонский без дополнительных барьеров памяти такая реализация singleton, соответственно, без volatile, в соответствии со спецификацией ECMACLI, то есть спецификации всего нашего CLR, системы типов, спецификации dotnet иными словами. То есть в соответствии со спецификацией это сломано. Но текущая реализация, которая была в этот момент во премьворке, не сломана. Но, правда, разные эксперты не могут согласиться, как именно нужно поступать в этой ситуации и каких барьеров достаточно. Понимаете, эксперты по многопоточным программированиям не согласны, нужно здесь поставить volatile или не надо поставить volatile. Окей, откроем тот самый ECMA335. Volatile lead имеет семантику acquire, volatile write имеет семантику release. Соответственно, дальше идет некоторое описание, значит, что там чтение и записи гарантированно случатся, бла-бла-бла-бла-бла. У меня просто не хватит времени на то, чтобы рассказать, что такое acquire и релиз семантики, гораздо лучше пойти и посмотреть сначала доклад Саши Гречштейна, потом доклад Гайля, потом почитать другие статьи про многопоточку и послушать до кучи Шепелева, несмотря на то, что это все про Java Memory Model, это очень полезно, потому что то, что реализовано в Java и то, что реализовано в C Sharp, это не до конца одно и то же, но очень похоже. Почему смотреть Java? Вот с Аджоном Скитом вы, наверное, знакомы все, имиджа Daphia, возможно, знакомы не всем, это бывший член CLR Team, как раз, который отвечал за все, что касается конкуренции. И в своем блоге он пишет, очень жаль, что мы не пошли по примеру джавистов и не написали формальный документ, такой, как Java Memory Model. мы разработали нечто в процессе проб и ошибок, и вот оно что получилось, то получилось. И было бы очень здорово, если бы мы написали все-таки формальную спецификацию. В конце концов, то, что мы имплементировали тогда еще на уровне фреймворка, это не совсем то, что написано в спецификации. Вот, собственно, поэтому вопрос ставить там volatile или нет, он как бы типа дискуссионный. То есть на реализациях .NET фреймворка этот volatile можно было вроде как не ставить и вроде как это работало нормально. Но это были более сильные гарантии со стороны реализации .NET фреймворка, которые были сильнее, чем спецификация. А что было реализовано в Mono, он просто не знает. Наверное, там было реализовано что-то соответствующей спецификации, но нужно там ставить volatile или нет, есть ли там дополнительные барьеры памяти, черт его знает. Ну и вишенка на торте, если все остальное это была некоторая историческая справка, то вот единственный разумительный ответ на stackware flow, который я нашел по поводу того, а что же изменилось со времени фреймворка до core CLR, и неизвестно. Что-то поменялось, но как именно черт его знает, вообще у вас есть исходники, идите посмотреть, что там изменилось. Очень просто, идите посмотрите, как там реализовано, почему нет. Собственно, будьте уверены на 100%. Ну, соответственно, идем, смотрим, читаем, все ок. к чему это все, зачем нам это знать. Поставим volatile и dhort с ним. Вообще, грубо говоря, надо об этом знать, чтобы просто не ставить volatile никогда в жизни, потому что нормальные разработчики на C-шарке, которые занимаются конкуренцией, они singleton пишут так. Get равняется new singleton, потому что что, это статический инициализатор, а статический инициализатор, он обязан быть потокобезопасным. Это нам гарантирует спецификация. Соответственно, мы все эти проблемы, связанные с безумным реорганизмом инструкции и весь многоподточный ап, мы ответственны за это, делегируем Microsoft и говорим, написали спецификацию, полизайте в кузов. Мы к этому отношения никакого не имеем. Ну, и кто-то может, конечно, возразить, что это не очень клево, потому что теперь если есть другие какие-то статические инстанции у этого синглтона, то эта инициализация пройдет энергично, но так и в этом же случае тоже проблем нет. То есть мы же нам достаточно давно выдали класс лейзи, который мы можем здесь прекрасно использовать, написать где-то заменить на стрелочку так и что у меня так ну и value да так давайте притащу сюда наверх лейзи single том instance сравняется им так управляем ошибки синтаксиса исправил рефакторю немножко все шикардос instance instance value ну и статически все класс посмотрим а что же у нас в лейзи здесь value и все было очень интересно если бы не было так печально давайте сейчас я зайду в объявление лейзи и посмотрим как выглядит конструктор батюшки volatile а здесь volatile нет хотя незащищенный доступ к value идет посмотрим пойдем ниже и увидим еще более классную строчку здесь должна быть volatile запись переменная потому что должна быть я смотрел реализацию стандартной библиотеки котлина там они немножко удосужились и написали почему должна быть должно быть это присвоение опять-таки оставляет домашний разбор тем кому интересно почему volatile стоит только на одной переменной спойлер в этом коде нет ошибок он написан правильно но почему надо ставить volatile на одной из только этих переменных получится понять только если поймете модели памяти и доклады шапилева касательно безопасных гонок они очень хорошо помогают в этом соответственно на этом я историю про страшную многопоточку закрываю вывод здесь такой нужно знать о том что это есть чтобы никогда с этим не сталкиваться и просто случайно не отстрелить себе ногу считая что наш мир многопоточных программ ведет себя так же как однопоточных это далеко не так если многопоточные программы похожи на метонскую механику то многопоточный мир это сплошной корпускулярно волновой дуализм и здесь мы можем только предполагать какой поток что изменил и в какой момент так что двигаемся дальше следующее здесь у нас секция метапрограммирования куда у меня поместились дженерики констрейнты рефлекшн и дайна как-то так получается что эти три концепта у меня чаще всего работают вместе друг с другом потому что я очень люблю boilerplate и вот если вы не любите его так же как я то наверняка или скорее всего вам тоже придется использовать именно эти технологии переключаюсь на демку и посмотрим что у нас тут есть давайте начнем с рефлекшн тоже довольно простой пример я думаю что многие из вас работали с аспенетом но почему-то о некоторых возможностях аспенета и о том как это работает знают далеко не все сейчас я запущу очень простой пример так мне надо выйти из полноэкранного режима отлично пришел и идем в пример вот вот у меня такая формочка для заполнения виза профайла first name и last name сейчас я покажу как я написал здесь у меня есть views есть home и есть create и написал я ее вот такой одной строчкой достаточно написать editor for model и достаточно сказать что модель у меня это юзер профайл внимание вопрос а как же разработчики аспенета узнали какие поля у меня будут в моем классе если этот класс не существовал на момент написания этой программы и естественно это reflection у нас в .NET есть возможность о каждом типе в том числе типе который был создан через много лет после создания основной программы вытащить эту мета информацию на основе этой мета информации принимать решение и вот всякие вещи типа editor for model они работают как раз на основе reflection то есть что я могу сделать например я могу пойти в юзер профайл и давайте уберем last name и посмотрим что будет я кстати сейчас остановлю выполнение я лучше сделаю так я в терминальчике напишу .NET .NET .education .education .web и .NET watch run сейчас у меня подцепится файл watcher мне не надо будет каждый раз нажимать стоп он будет реагировать на мои сохранения файлов и перекомпилировать все отлично watcher завелся посмотрим значит а что если мне не нужен больше last name все обновились и last name нету соответственно как только я раскомментирую эту строчку last name снова появляется так обновляем сейчас он стартанет стартанул last name есть опять-таки вдруг я хочу добавить какую-то валидацию нет ничего более простого добавляем здесь атрибут required и теперь попробуем заполнить не получается потому что аспонент теперь знает что это required поле соответственно срабатывает валидация если мы заполняем то уже все окей опять же если я хочу добавить новое поле какое-нибудь ну скажем мальчики это или девочки пол этого пользователя я его добавляю посмотрим справилась или не справилась справилась и даже вывела мейл потому что в данном случае я постнул форму и ввожу просто то что постнул в ответ браузеру но здесь наверное хотелось бы видеть что-то немножечко другое вместо вместо мейл и фемейл и текстбокса было бы логично выводить выбор из дропдауна но вот здесь почему-то не встроили поддержку инамов прямо хотя это довольно легко сделать и вот то что люди почему-то плохо знают что есть понятие editor templates мы можем пойти в shared и переопределить поведение того как мы хотим чтобы у нас вели себя те или иные типы тип называется not string я специально так назвал а если прошу прощения не тип а шаблон который называется название типа а вот если я сейчас переную string и он будет называться i can override everything то теперь здесь появляется вместо текстбокса бесполезная строчка но также я мог бы здесь написать реализацию для дженера или вообще для любого enama чтобы вместо текстбокса появлялся появлялся выбор из списка это ровно так как я последние лет 8 делаю любые формы независимо от языка программирования если есть reflection я пытаюсь зацепиться на систему типов и в зависимости от этой системы типов разработать набор контролов которые соответственно здесь тип string но я мог бы использовать тип gender вот с таким метапрограммированием начинаются некоторые вопросы которые не всегда понятно как решить вот скажем вещь которая у меня долго была непонятна что с ней делать а вот что если у меня есть какой-то enama и дальше я хочу получить значение этого enama вот для enama есть прекрасный прекрасный метод enama.getvalues но для того чтобы получить getvalues мне надо передать сюда тип t generic а что если я этот тип получаю с помощью reflection то есть вот у меня type of advanced generic сборка я получаю все типы и ищу тип по названию вот у меня выше этот тип colors то есть в реальных проектах конечно надо искать типы по каким-то более понятным именам но здесь у меня только один enama colors здесь нормально сойдет дальше через активатор могу создать instance этого типа а вот дальше как мне вызвать get enama values вот так вот относительно типа instance то есть я же не могу написать вот так было бы очень здорово если бы можно было написать что-нибудь типа вот так да и написать что-нибудь типа t vrt enama так можно писать например в java потому что там игрушечные дженерики в скрипте а все шарки у нас дженерики настоящие писать так нельзя но у нас есть переменная instance я могу вызвать get type конечно но иногда важно сохранить дженерик потому что дженерик вы хотите подставлять дальше и вот в данном случае давайте посчитаем что нам дженерик нужен для того чтобы подставить сюда и вот здесь этот паттерн я подглядел у Карлена Симоняна значит всем рекомендую его доклад эффективное использование DLR оказывается что как только мы делаем каст к даймамику мы заставляем CLR сдаться то есть когда появилось слово даймамик пришлось завести нам в среду еще и дополнительную подсистему которая называется DLR то есть даймамик даймамик как только мы здесь написали даймамик когда сюда приходит CLR она говорит оооо так даймамик короче я пошел и вот эта вот история уже выполняется другой подсистемой и вот что самое интересное рефлекшн сравнительно медленный а даймамик сравнительно быстрый потому что его заоптимизировали чтобы на нем работали языки динамической типизации на платформе .NET и вот дальше если мы делаем каст даймамику то мы заставляем в рантайме сделать динамическую диспетчеризацию то есть будет подставлен не тип object который у меня здесь вернулся активатор create instance а будет подставлен наиболее специализированный тип который DLR сможет здесь угадать и в данном случае довольно простая история с тем что он дадал что это тип color который мы достали reflection вот если вы пишете много очень абстрактного кода завязанного на дженериках то вот эта история она прям палочка вручалочка потому что одной строчкой можно получить получать дженерики вида дженерик вопросительный знак то есть или дженерик звездочка wildcard то что мы все шарпи сделать не можем на гитхабе уже микрософтском есть ищу что сделать нам wildcard для дженериков но вообще мад сторгерсон отвечает что вряд ли они это сделают потому что чтобы сделать поддержку таких wildcard дженериков скорее всего потребуется поддержка внутри CLR а все что требует поддержки внутри CLR это не ждите этих вещей в ближайшей перспективе по крайней мере интереснее все это еще начинает выглядеть на фоне того что C-Sharp 10 проползал чемпион для статических методов интерфейса вот здесь можно будет с констрейнтами вообще развернуться и начать лепить то что в хаске называется type-классами соответственно я отвечу очень сильно жду а пока если хочется еще там ну как бы про маги с дженериками чего-то узнать то рекомендую посмотреть доклады Федерико Лоис в метод программе for the masses там он как раз эксплуатирует некоторые особенности работы с дженериками но конкретно для value type то есть он использует не dynamic а T с конструкцией с констрейтом на struct и дефолт на инициализацию так как value type инициализируется не на ломозначение то можно до определенной степени писать ну так называемый zero location code который вот Федерико использует для всяких своих низковым оптимизаций и второй похожий но не совсем такой же доклад это классы типа C-sharp то есть про type классы я уже говорил здесь похожая идея тоже за счет эксплуатации дефолта и дженериков это некоторый abuse C-sharp который тем не менее является абсолютно валидным так что если интересно посмотреть чтобы такого странненького сделать вот эти два доклада от них получите эстетическое удовольствие хотел немножечко обмолвиться раз уж я взял такой пример он такой небольшой пазлер с этим тоже мне пришлось как-то раз столкнуться когда я писал как раз такой код для чтобы получить значение любого янама в рантайме через рефлекшн был примерно такой кусок кода несколько сложнее но суть именно такая и вот здесь стоят довольно странные констрейнты t это структ но при этом это янам при том что давайте посмотрим янам 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 да янам core CLR да класс то есть получается что типа t это структура и класс и вот опять мы живем в корпускулярно волновой волновом дуализме в квантовом мире потому что выясняется что это все абсолютно правильно я тут процитировал уже спецификацию C-sharp что вообще-то систем янам сам по себе не является типом перечисления а вообще-то это класс-тайп из которого все типы янама наследуются то есть систем янам это класс а все инстансы янамов внутри это структура насколько я понимаю это сделано для совместимости с C++ тот который менедж соответственно чтобы просто не делать разные янамы их решили сделать по образу и подобию C++ и как побочный эффект оказалось что вот пришлось создать такую систему типов вот когда вы работаете с генериками и выставляете constraint иногда приходится узнавать такие странные истории о том как работает система типов в вашем языке ну и наконец последняя наша сегодняшняя адженде это expression trees вот если бы в Microsoft у разных фичей были бы PR-менеджера то PR-менеджер Async Await и Link получили премию PR-менеджеры скажем там не знаю каких-нибудь yieldов наверное там как бы ну их работу бы не выделили как-то позитивно или негативно а у тех кто занимался PR-м expression trees их должны были уволить вот это реально практически вся документация по expression trees которая на сайте Microsoft что есть там короче в мастере выражения его можно разбирать очень здорово как мне это поможет удивительно что просто я не знаю тысячи может быть десятки сотни тысяч программистов ежедневно пользуются деревьевым выражением и даже не знают что они это делают кстати этот вопрос у нас входит в интервью когда мы нанимаем разработчиков так что я сейчас заспойлерю правильный ответ когда мы пишем вот такие истории в зависимости от того какой тип у нас inamorable или querible вообще-то тип лямбда выражения меняется и в одном случае это фанкта а в другом случае этот expression это expression functible то есть это просто абсолютно разные типы данных вообще ничего общего между ними нет кроме того что они выглядят одинаково с нашей точки зрения и вот когда я прошу людей сказать пожалуйста вынеси лямбду из метода и создай переменную какого типа будет эта переменная начинаются разные ответы кто-то говорит что наверное это фанк кто-то говорит это лямбда функция то есть считают что есть такой тип лямбда функция но очень мало ответов касательно того что такое expression и чем отличается от делегата и почему я говорю что это максимально не допиаренная фича потому что просто у нее офигительный офигительная широта всяких сценариях используем все ORM работают с expression trees потому что сейчас у нас entity framework всех победил ORM без линка никому не нужны а линк без expression trees не работает паттерн спецификации дидишный важный тоже у нас реализуется не так как в javis с использованием expression дальше паттерн интерпретатор из своей книжки gov также известный как свободная монада и все что касается little languages написание dsl это все возможности expression trees оптимизация рефлекшена удаление boilerplate транспиляция в другие языки программирования генерация кода все это можно делать с помощью expression trees и если раньше нам нужен какой-нибудь reflection mid который был очень страшный и требовал знаний об кодов и ELO то здесь все это не надо надо понимать просто синтактические деревья абстрактные и тогда вы знаете что такое expression trees соответственно сегодня я не буду повторять свой доклад который уже был на одном из dotnext и который шифрован на хабре если интересно что там под капотом и как все это делать и как все это использовать ссылочка здесь в слайдах еще целый часик всяких рассказов только про expression trees здесь я сделаю только небольшую демку чтобы ну как бы если я начал говорить а то уж скажи и б все обижу что я вырубил сервер здесь да вырубил так сейчас вторая дешка нет не вырубил все теперь вырубил так это education а мне нужен beyondlink запускаю beyondlink и смотрим что у нас здесь опять же ссылочку на этот репозиторий на гитхабе тоже вы сможете найти в репозитории и там посмотреть все как работает перейдем сюда на алкохоз 5000 и фильтр и order by здесь у меня из базы данных вытаскиваются товары и я допустим решил пофильтровать только апплскую продукцию вот меня ней лэптопы apple macbook 13 16 разного года могу пофильтровать по цене допустим ну 1100 например ничего не нашлось по 1100 кстати а еще там интересно да я еще по конкретной цене нашлось возможно вы вы бы подумали что здесь используется обычный код там и в поле заполнено тогда пофильтруй как это часто пишется но ничего подобного здесь вот такая вот история это helper класс spec builder я ему говорю что у нас есть есть фильтр и построим спецификацию то есть условий фильтрации для такого фильтра он спецификацию устроит я передаю ее в r и все фильтр применяется как это работает достаточно легко если мы сюда идем и видим что в product фильтр есть name и price и в dto который мы читаем есть тоже name и price наверное их надо и проверять собственно такие фильтры и будут построены здесь проваливаемся внутрь этого метода build сейчас увидим страшные ужасные вещи когда пролезем сюда кажется да yes я всего этого не писал значит здесь у нас опять-таки особенности декомпиляции это то как мой код декомпилировался надо провалиться кажется еще чуть-чуть чуть-чуть ниже и мы найдем дай нам где-то здесь внутри так 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 давайте аспект билтер провалюсь внутри да вот мы здесь значит вот вся эта лапша понять ее наверное с первого раза будет сложно но в принципе как бы скорее это непривычно и вот цена за то чтобы один раз разобраться с вот этим сложным читаемым кодом и потом больше никогда не писать фильтры руками я считаю что это достаточно нормальная история то есть если вы работали с какой-нибудь с какой-нибудь библиотекой типа автомапера которого здесь тоже используется то знаете что он имеет понимать что если здесь категория name в сущности у нас категория точка name значит надо построить соответственно для селекта вот примерно такую функцию соответственно почему бы не строить фильтры также для веров это спокойно так же делается то есть есть автомапер а вот автофильтры пишут реже но если вы пройдете в репозитории посмотрите примеры то совершенно спокойно сможете написать такие автофильтры самостоятельно и больше никогда в жизни не писать шаблонный неинтересный код ну и последний такой момент про expression опять же если вы пишете много всякого очень абстрактного кода который замешан на reflection вас в какой-то момент начинает интересовать производительность reflection у нас медленный самый простой способ победить проблему с reflection это использовать скомпилированные expression то есть мы берем и те методы которые мы вызывали с помощью reflection суем в expression а дальше этот expression можно можно преобразовать в делегат вызвав метод compile и вот здесь на слайде вы видите вот эти пики коммунизма с активатором да огромные красные синие это когда у нас работает reflection там где у нас compile lambda она чуть-чуть выше чем ручной вызов то есть получается что мы отдаем маленький процент производительности в основном только на накладные расходы на создание делегата чтобы чтобы закешировать эти реализации в памяти и зато не пишем просто гигантское количество шаблонного кода но здесь возникает вопрос а как это дело закешировать и тут заново на помощь к нам приходят те самые дженерики и знания платформы интересно что вот примерно такие сценарии ну вернее такие паттерны можно увидеть в аспнете то есть если вы когда-нибудь раздумывали а как каким образом аспнет работает быстро и при этом умеет мапить ваши объекты параметры из htp контекста там все очень легко там сначала мешанина из рефлекшна которая потом компилируется в экспрешн и кладется вот примерно в такие киши собственно примерно такие вещи можно найти прямо в исходниках аспнета интерну мы запираем этот simple кеш внутри сборки чтобы его никто не видел дальше объявляем через статический инициализатор concurrent dictionary который берет на себя все проблемы с точки зрения производительности здесь конечно в идеале лэзи потому что concurrent dictionary на отставку все-таки вешает локи но не всегда это удобно concurrent dictionary это довольно легкая история и сравнительно производительная а дальше нам достаточно вот такого кода мы специализируем этот simple кеш двумя generic мы говорим что у нас ключ будет строкой а значение которое мы держим это им и дальше говорим на выключат то есть нам не мешает провернуть абсолютно такой же трюк с экспрессионами потому что в предыдущем случае кешировать особенно ничего не надо было а вот здесь есть вот такая история что если у нас есть какой-нибудь экспрессион вызов метода компайл для него сравнительно медленный и может быть оно никогда не потребуется мы берем тот же самый кеш специализируем в дженерике и так как дженерике у нас настоящие а не игрушечные как в java то на каждую специализацию дженерика будет создан свой инстанс соответственно будет создан такое количество конкарных дикшн или какое количество типов мы туда передадим соответственно это большая история параметры программирования только за счет заполнения дженериков все проблемы с точки зрения многопоточки мы делегируем статическим инстализатором и классом из пространства имен system collection concurrent и дальше сюда через лямбда пишем что да когда-нибудь когда тебе потребуется скомпилировать этот экспрессион вызови этот компайл и отдай и дальше для клиента это выглядит как extension метод на экспрессионах еще одна прекрасная фишка C-шарп которая дальше дергали в разные разные места и по примеру использования у нас это будет выглядеть следующим образом мы возьмем и вот так вызовем объявим expression который у нас равен xx to string и скажем что теперь нам нужен делегат и делегат у нас является функцией все при первом создании у нас будет некоторый performance impact за счет компиляции а во все остальных случаях мы будем брать из кэша и та самая оптимизация производительности у нас уже сработала так это в записи на тайм-коды нарежем то есть можно будет ориентироваться по тайм-кодам и я ссылки на соответствующие тайм-коды приклею к разделам репозитории то есть все что макс заговорил соответствует каким-то разделам репозитории и мы потом все это вместе с данными положим чтобы можно было посмотреть снова как макс рассказывает зачем вам нужно понимать memory model и после этого наполнившись мотивацией пойти уже смотреть все эти непростые материалы ну а это посмотрим если будут вопросы то останемся поотвечаем если не будет то на этом попрощаемся смержем pull request наконец я там сейчас последнюю ссылочку добавляю точно ли для новичков нет это вообще не для новичков то есть эта история не про то чтобы сейчас научить людей которые с нуля начинают в дотнете про это у нас будет другая лекция возможно прям следующая это скорее для того чтобы у нас были референсы зачем все эти сложные знания вообще учить то есть лекция не которая новичку поможет в дотнете освоиться а скорее человеку который пишет на C-Sharp но никогда не говорялся в этих всех деталях даст какую-то мотивацию в них залезть наконец-то я бы даже по-другому сказал зачем нам не учить все это потому что у нас есть все инструменты которые помогают абстрагироваться от этого дела и вот знание того что это есть помогает никогда туда не ходить я всегда так это понимаю то есть если вы знаете что это ну как бы если вы знаете об этих ужасах то вы не станете писать всякие там read-write локи использовать там низкоуровневые примитивые синхронизации потоков потому что вы поймете что это дико сложно очень многие очень многие как раз новички действительно немножко узнав про мгпоточку начинают ссувать очень странные примитивые синхронизации странные локи в странных местах и когда говоришь чувак это просто непрогнозируемо работает почему я же вот поткнул и начинается магическое умышление я что-то воткнул а он работает особенно там мешанина локов с ауэйтами ауэйт под локом что-нибудь такое если бы если бы этого хода я не видел на всяких аудитах я бы каждый говорил ребят не надо знать Microsoft все уже сделал просто не делайте этого но люди это делают потому что они как раз не понимают что за конструкции стоят ну а что компилируется те конструкции которые они используют ну да кстати вы пишете все что не для новичков точно ребят Максим читает это все в университете постоянно то есть это второй курс на втором курсе он все это рассказывает оставляет все это учить включая лямбдочки вот я все время с некоторым трудом представляю как эти люди учатся но учатся заканчивают в итоге остаются хорошими программистами какие у них варианты я еще я еще видишь проигнорировал специально по твоей просьбе слайды с монатками потому что мне уже показалось что это матч готовил доклад там еще процентов 20 я решил выкинуть потому что уже мне показалось что много ну да программировать вообще сложно ребят это правда я тоже думаю что это сложно особенно то что касается моделей памяти я сам до сих пор очень плаваю в этой теме и наверное как бы и вообще даже те люди которые профессионально этим занимаются они говорят что они тоже плавают в этой теме важно просто понимать что существует на один уровень ниже то есть как только вы об этом знаете вы уже исключаете класс ошибок то есть есть же осознанная некомпетентность и неосознанная некомпетентность и вот когда вы переходите хотя бы из неосознанной некомпетентности в осознанную некомпетентность это некоторый первый шаг к неосознанной компетентности сначала а потом к осознанной компетентности Ну, кстати, хочу тут тоже подчеркнуть, что вообще, на самом деле, не все, что ты рассказывал, нужно для того, чтобы не залезть куда-то ниже, потому что, например, то, что ты рассказывал про деревьевыражений, это как раз-таки уже более практичная вещь, наоборот, рассказываешь вроде, чтобы в это можно было залезть и использовать вместо каких-то других возможностей. Про манатки говорят, я выкинул, не переживайте, у меня будет лекция про манатки, вот, так что никуда не денемся, у нас будет про парадигмы-блог, поэтому там мы точно расскажем и про ООП, и про функциональное программирование, рассказывать про манатки я люблю, мы даже Макс показывал, что он в универе подает, вот, очень радовался, что мы в итоге там одинаковыми методами начали какие-то вещи рассказывать, потому что я тоже читал курс по функциональному программированию не очень давно, и получилось похоже. Спрашивают, где методички взять, смотрите, методички все валяются в репозитории, я сейчас скидываю ссылку на конкретную ветку, где они лежат, потому что мы еще их пока не помержили в основную ветку, но я думаю, что мы помержим их буквально минут через 15, потому что я сейчас последнюю ссылку добавлю как раз-таки на доклад Макса про Expression 3, потому что мы разбирались, какую из его версий добавить, вот сейчас я ее добавлю и буквально нажму на кнопочку, смержу, и все будет доступно на основной странице репозитории. Вообще, заходите, следите именно за проектом в репозитории, потому что он сильно больше, чем там отдельные лекции, мы хотим прям вот такую масштабную базу знаний сделать, на которую можно будет дальше опираться постоянно, да, причем надо понимать, что мы какие-то блоки будем переиспользовать, то есть у нас были какие-то сомнения, когда там готовили доклад, например, Memory Module сюда или не сюда, то есть мы на таки вроде не в эту тему, в эту тему Memory Module, вот, но в любом случае, так или иначе, мы все это будем переиспользовать о каких-то других главах, направлениях и так далее, то есть пока что мы просто собираем разную-разную полезную информацию, пытаемся ее структурировать, пытаемся записывать вот такие лекции, чтобы была мотивация ее изучать, вот, и будем разным образом делать структуру, как будто, а вы вот подключаетесь к проекту, помогаете нам в этом, и тогда мы вместе сделаем что-то классное и полезное для сообщества. Вообще все, кто вот комментировал, что не для новичков, да, очень, вот мне, по крайней мере, помогает такая вот история, что можно воспринимать информацию вот как бы на разном уровне зума, да, то есть можно смотреть на программирование C Sharp, и вот первый уровень зума – это документация Microsoft, то есть там написано «делайте так», и вы делаете так, и вы как бы не размышляете, почему так, потому что так написано на спецификации Microsoft. Они написали так по какой-то определенной причине, и если они поставили Interlocked, они понимали, что они, блин, делают. А вот дальше, если вам очень надо знать, почему там Interlocked, вы делаете зум и идете в доклад Гайнштейна. То есть это вот самый, как мне кажется, хороший, мягкий вход в это дело, что вы узнаете, что есть квантовая механика. Как только вы в это вошли, вы начинаете дальше туда заходить, ага, и постепенно вы как бы зумите, зумите, зумите ниже и ближе, и есть всегда момент, когда вы можете перестанет зумить. Вот, допустим, по Concurrency для меня тот момент, в котором я больше не хочу зумить, это я знаю, что есть System Collections Concurrent, они покрывают 99% моего использования, я буду их использовать всегда. Я буду использовать статические инициализаторы, статические конструкторы, потому что у них написано, что там все нормально синхронизировано, и ничего не будет. И вот если мне потребуется, один раз в жизни мне потребовалось, кстати, ставить Volatile, и то я сейчас понял, что надо было LazyTap поставить просто и как бы успокоиться на этом деле, что проще можно было написать. Но там был баг на поточке, да, причем в библиотечном коде, и я когда это писал, я хотя бы знал о том, что я это делал неправильно, что этот баг есть. Я потом вернулся по правилам. Если бы я не знал, то он куда-нибудь на продакшн бы просто пролез бы, а эти баги же, они 9000 раз могут не воспроизвестись, а воспроизводственным там на продакшне 9000 первый. И вы будете говорить, наверное, это процессор Intel сломанный, в моем коде все хорошо. Нет, в вашем коде была ошибка, просто она случайным образом это работала правильно. Это случайность, что это у вас работало на машине. Да, так, тогда я думаю, что раз у нас каких-то вопросов особенных нет, будем понемногу прощаться. Смотрите, да, тут спрашивали, когда следующий метап. Всегда будем делать метапы раз в две недели. Я пока думаю, о чем будет следующий, но я подозреваю, что следующий метап будет на тему как раз-таки, наоборот, сильно более low-level, наоборот, high-level. Я вот завел задачку в репозитории про то, что нам нужна вводная лекция для новичков, и подозреваю, что через две недели я именно такую лекцию сделаю. И здесь мне понадобится ваша помощь, например, в том, чтобы очень сильно ее пошарить, для того, чтобы как можно больше начинающих разработчиков привлечь в Дотнет, а я им постараюсь объяснить, зачем кому-то в 2021 привлекаться в Дотнет, как этим заниматься, что от этого можно получить и так далее. Макс, спасибо большое за лекцию, очень классно получилось, за материалы. Спасибо, что позвал. Вот, всем большое спасибо, приходите еще, будем рады вас видеть через две недели и обязательно в репозитории принимайте участие во всех движухах. Их там будет все больше, больше и больше. Накидывайте материалы, участвуйте в дискуссиях, вкидывайте ваши предложения, будем всему очень рады. Большое спасибо, ребят. Пока. Чао-чао. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...